Всем привет! Канал Ирина Цветики. Прошел службу, был завоз в магазинах Леруа. Поехала. Но я не только за этим поехала, конечно. Забежала проверить. А вот стоят. Ну, вроде новые, да. Смотрите, какой он гигантский. Теперь я пошла другие вытаскивать. Но я покажу уже поближе. А там уже внутри интересно, что стоит. 998. Ну, интересно. Как же я большой-то не показала. Я его сразу отставила. Ну, в основном белые, розовые, пятнистые. Ну, давайте поищем. Может, что-то будет сортовое. Ну, аркадий прибавилось, явно. Я буду смотреть. Пока тут по пятнашке разный. Там пунши вот простые все желтенькие. Ну, это похоже на Катрин. Но это не Катрин. Когда я говорю, вот, похоже на ту, похоже на эту, я ж не утверждаю, что это вот Катрин. Катрин уже давно, наверное, сняли с производства. Его нет. Ну, вот этот цвет, я помню, бархат темный. Губа у них была без крахушек. Вот очень красивый полиноксис. Старый сортов. Не знаю, как назвать этот фиолетовый цвет, светящийся. Очень красивый. Ну, розовый, бесспорно, они тоже красивые. Тарина. Вот одна тут в миксе. Попала. Вообще, бывают интересные миксы. Ну, наверное, зовут был не сегодня. И пенсии. Она ярче, на самом деле. Она лимонного цвета, с фиолетовыми разводами. Она довольно интересно смотрится вживую. Ну, такая же сухая. По-моему, она вот постоянно стала встречаться. Наверное, это какой-то сорт даже новый. Ну, вот пока идут тестовые неподписанные горшочки. Крупные, белые. Что там наверху у меня. Вот такая. Это демокрик. Очень сушный. Один цветонос. Посмотрите, как это прямо дерево. Целая деревка. Вот чуть помельче. Вот я взяла белый с розовым. Белый беглип. Я ищу беглипу. Вообще-то меня просили, вот подешевле беглипу. А где они бывают подешевле, только в Леруа. Если у них отменное качество, они по 1200 априллион. Даже можно прочитать, это что у нас априллион. А это белый, вот сиреневый губой. Вот он весь над органом. Ну, он явно стоит у меня свежего завоза. Вот, ну, все равно. Манхэппин. Довольно крупненький, яркий. Парлет у нас пасечка. Что там? Что там еще? Симпатяшки. А вот смотрите, какая огромная белая губа у этого маленького цветочка вправо. Очень даже ничего. Единственное, что у него не все цветочки расклестились. Тоже деревен сам таким станет. Стоит. Ну, вот не стала его выдирать. Плотенько стоят. Не хочу шуршать же в лишний раз. Потому что, ну, еще раз повторюсь, что звук у меня не убирается. Он говорит, что в магазине. Хотя я снимаю. С выключенным звуком все равно будет он распроизводится. Не знаю, что-то у меня в компьютерах. 999. Компьютер у меня новый. В смысле не в том, что он новый, а в смысле его собрали. Его разный. Еще я его остаиваю. Ну, выключенный звук, вы сделали все. Ну, все равно, вот Надин, смотрите, Надин покажет. Ну, вот нам в миксе. У нее тут все-таки мышцы кошки роста. И корней практически нет. Да, ну, вот такие попадают сюда. В этот микс. Я имею в виду вот сортовые. Это вот та несчастненькая, что я тут сразу показываю. Стоит. Конечно, ну, стоимость, вот такое качество цветка дороговато. Видите, еще вот нормальный. Это вот морковный пирог, если не ошибаюсь. Ну, кто как называет. Не буду утверждать. Боюсь уже утверждать. Ну, вот такой, сказали, и есть беглибчик. Ну, по заказу еще беглибчики. И корней у него мало. Остальные все гневые. Ну, это для внутреннего пользования. Ну, я бы не советовала пошелать. И далее. Пандора. Довольно крупненькая, хорошая. Хотя, вот я хочу сказать, по идее, там можно обрезать, достать эти корни все, обрезать гневые, высушить. Там замотать салфеточку или что, и послать без горшка, без грунта. В принципе, орфидея все выдержит. Ну, не всем такой способ как бы идет. Мальвина. Смотрите, прекрасные. Крупные цветечки. Ух ты. Бетоны. И что там у нас. Ну, вот, пожалуйста, корни не пропустят. Они уже все гневые. Да. Там еще. Смотрите, какая мутация. Три лепестка. Ну, остальные нормальные. Да, вот хочу вытаскивать, посмотрите. Но это остальные нормальные цветочки. Это или мутация, или просто оборвали. Три лепестки. Бывает такое. Вот розовый. Ну, сначала покажу. Ну, это коробка, не коробка. Не берусь судить. Вот, похоже на розовый беглиб. Похоже на принцессу. Ну, бегли, по-моему, тоже так. Сантеатом нужно убивать. Хотя губа крупнее. Есть плохие корни, но вот с этой стороны есть и хорошие. Неплохие. И мозгик белый. Губа прямо разноцветная. А вот бернадетта белая. И что мы видим? Ну, половина корней сгнила. Вот с этой стороны совсем нет корней. Ну, вот такой микс, да. Бывают интересные сорта, но в таком качестве. Наверное, из него, из этого сорта выводят принцессу. Потому что и форма язычка. И все напоминает. Единственное, что язык не такой крупный. А вот старый. Прям такой бар. Надо себе завести такой штук. Я не знаю, что-то на них спустя 8 лет стала обращать внимание. Раньше были только такие фиолеты. Вот нашелся еще один береглифчик. Я уже обрадовалась. Ну, сейчас я буду. Все, были на связи со мной. Хорошая розетка. Кручная, толстенькая. Ну, опять-то с корнями. Тут даже цена стоит 855 рублей на эти келетки. Ну, корнишки нет. Что в этом? Это улыбок улексыра для внутреннего пользования. И хотя он может зайти с остатками корней, если вытушить. Ну, вот еще одна темная берминдетта. Дерево. Просто дерево в разные стороны. Крупные листья, розетка. Но цветочки не видно. Это если мелкие, но их много. Светы кнопок. Еще одна малина. Ну, тут вот какая-то тема. Так, хитренько делает. Верх прозрачный, у них затемненный. То есть, тут не увидишь корней. Если, ну, приходится снимать только пакет этот. Ну, тут не очень, во-первых, удобно. Во-вторых, не всякий магазин разрешит. Вот, тут можно снимать пакет. Только если вот точно будет покупать. Можно туда заглянуть. Так, подвигаемся, как будто пропускаем. Тут же же тележки, люди, если на свете. Ну, да, такие симпатяшки. Одна с белой губой, другая с желтой. С темной архивею. Ну, вот мы сделали круп. Вот я добралась за этой крупной. Бело-розовой. 998 рублей. Ну, тут такие деревца. С одним цитанотиком. Очень сильно разветвленные. Цветочки не крупные. Но их много. Людей много в магазине. Не совсем удобно. Тут тоже один из старых сортов. Я его помню. Раньше вот мне казалось, что вот фалинопсис, это вот этот цветовый, фиолетовый, с этой губой, это фалинопсис. Потом только узнала, что фалинопсис, это и вид архивей. А у каждой еще есть название. Ну, вот были только они, темные такие, бордовые, и вот такие, измельченные. Так, вот тут вот на другой тележке нашла еще укрюсу архивей. Тут она желтая, желтая. Такая яркая, мне показалось, что она кудрявая. Меня вот просили купить или белый, или желтый кудрявый. Ну, кудрявости там у нее совсем чуть-чуть, на одном лепестке. Поэтому мне не стало братом. Ну, цвет красивый, очень яркий, такой видный, радостный. Желтая. Моя желтая в этом году почему-то не расплела. Ну, почему-то, потому что она старая. Ее нужно омолаживать, а я вот не хочу ее омолаживать. И натянется, тянется. И если она к воде выкунула, но потом он заново. Муза швела, вот такая у меня есть желтая, с алой бубой. Вот на дублю, одна из первых, думаю, как иду. Дет восемь, а то и больше, по-моему. Так, тут что у нас? Тут похожая тележка, собранная и старенькая, посмотрите. Все они яленькие, потрепанные с жизнью слегка. Да, вот тут стоят уже приготовленные на уценке. На уценке, как таковой, вот там стикер окрасного или еще какой-нибудь, нет. Поэтому пока их просто оставили в сторону. Ну, вот поливали, видно. Тут мощные розетки, смотрите, какие. Ой, красивая, белая губой. Губа пудрявая, очень красивая. И розетка какая-то старая, даже корни есть. Сколько ж они стоят. На этой тележке я с ними не видела. Ну, могу предположить, что 799, в прошлый раз были 899. Что-то из этих. В прошлом заводе были такие, что-то. Ой, какая полоса яркая, с трифторией. Или он уже отцветает, такой старенький. Надин, смотрите, еще нашла одну Надин. А у нее что-то. Вы, наверное, тоже заметили, что попадает сюда с чем-то, с какого-то бетейка. А вот, похоже, на Монро. И у нее даже один лепесток там подырялся. Да, Монро, видимо, не затянуло. Язычок радужный, очень красивый. Тут морковь не берусь. Так, так я не посмотрела, что там с Надин. Мне вот этот понравился. Такой язык, шикарный. За вот такими ухиками и скрапом. Все у него хорошо.